Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 апреля, и хотя у нас очень продолжительный был вот такой так называемый ледниковый период, но сегодня вышло солнышко, снег растаял, и хотя на улице всего 3 градуса, вот очень с такой скоростью, с большой скоростью приближаются те сроки, когда наступит пора высаживать томаты. И сегодня я хочу поговорить на очень важную тему, это именно соблюдение севооборота, можно ли выращивать томаты на одном месте много лет. И так как эта тема для меня самая актуальная и злободневная, потому что, как вы понимаете, при 6-7 сотках земли, где еще стоит дом, где еще стоит гараж, очень сложно соблюдать севооборот. Вот, и сейчас я расскажу, как я умудряюсь выращивать помидоры на одном месте и в теплице, и на улице, и расскажу, конечно, почему я это делаю. Вот сейчас зайдем в теплицу, я не стала сразу заходить, потому что там жарко, побоялась, что камера отпотеет, я ее открыла только. Конечно, есть способы, и кроме севооборота, это то есть вот посеять седираты. В прошлом году я здесь раскидывала. Ну, знаете, даже и седираты, это, конечно, хорошо. Но вот в моем случае у меня не всегда получается вырастить седираты здесь. Я сейчас объясню, почему. Но сначала я расскажу, как выращиваю томаты свои я. У меня томаты всю жизнь растут на одном и том же месте. И не год, и не два, даже и не 10 лет, а больше. Этот участок мы как приобрели, но сначала у меня их было меньше, а сейчас из года в год у меня здесь растут почти одни томаты. Все знают, что я и семенами занимаюсь. В прошлом году было более 2000 корней. Это ясно, что почти весь участок у меня занят томатами, потому что сортов много было, 220 сортов. Их очень много. Казалось бы, там всего по 10 штук каждого сорта, уже 2000. И в теплицах, и на улице. И поэтому я, конечно, прекрасно знаю, что больше одного года выращивать не рекомендуется, что хотелось бы посадить после них, после томатов, какие-то другие. Но если вот так по пальцам загибать, то что мы выращиваем? Мы выращиваем картошку, мы выращиваем томаты, мы выращиваем перец, баклажан. Все они одного семейства. Их менять, тусовать друг с другом смысла нет. Конечно, поменять бы с чесноком и с луком, но вы понимаете, что в теплицу томатную я не могу посадить на следующий год лук или чеснок. Это будет, во-первых, и смешное, и неподходящее условие для лука. В открытом грунте, конечно, я могла бы там что-то поменять, но луковая грядка, на нее можно высадить, ну, может, 40 томатов. Но она там одна всего грядка, а томатное поле, оно большое, и во всех закоулках у меня томаты. Вот у меня вынужденная ситуация, когда я выращиваю томаты из года в год на одном месте, и ничего я менять не буду, потому что я поставлена в жесткие рамки. У меня вот участок всего 6 соток, там у меня растет, посажена одна грядка всего моркови, одна лука и полгрядки чеснока, потому что это в маленьких количествах, ну, просто для своего потребления. А томаты у меня растут во всех остальных теплицах и на улице, потому что я в последнее время, когда начала заниматься вот изготовлением семян, продажей, рассылкой семян, конечно, у меня это хобби как бы немножко превратилось уже, ну, как хобби, приносящее доход. Ясно, что у меня все места засажены томатами, и мне приходится с этим мириться. Но у некоторых ситуация точно такая же, даже не из-за того, что они занимаются, там у них какой-то хобби, приносящий доход, как у меня, или еще что-то. Вот мы покупаем теплицу, вот эта теплица, например, и вы высаживаете сюда томаты, куплено специально для томатов. Ну, вот что вы можете поменять сюда на следующий год? Вы же, как я, тоже не посадите сюда ни лук, ни чеснок. Посадить перец и баклажан – это не выход, это почти одно и то же. Ну, и многие задаются этим вопросом. Этот вопрос для многих вот такой актуальный. В прошлом году спрашивали, что делать? Вот приходится высаживать и высаживать. Сейчас я сразу предвижу, что в ответ на это видео очень много будет недовольных комментариев. Много умных людей начнут сразу мне писать, что это неправильно, что нужно соблюдать свой оборот. Я знаю все прекрасно, я читала эти справочники, я знаю все эти, и читала и научные статьи, и доктора наук, и все пишут. Но вы понимаете, что не всегда нам удается жить по справочникам и по учебникам. А иной раз зачастую вообще не удается жить ни по справочникам, ни по учебникам. Поэтому я, зная все, я намеренно все это нарушаю и все вооборот, делаю так, как мне нужно. И я хочу успокоить и обнадежить тех людей, у которых безвыходная ситуация, которым не с кем поменять вот эти томаты. Например, единственная теплица специально купили для томатов, для перцев и баклажанов. Ну что, на следующий год посадить туда, они уже не знают. И опять же высаживают то же самое. Так выращивать можно на протяжении многих лет. И пусть сейчас даже меня всяко там обзовут, что, как всегда, я не ученая и не образованная, и все. На основании собственного опыта я знаю, что можно выращивать томаты на одном месте всю жизнь и получать хороший урожай, и все. Так, идем дальше. Как, что нужно сделать, чтобы... Ну, конечно, основное нужно добиваться, чтобы в теплице, например, не было заболеваний, которые перейдут на следующий год и останутся по наследству следующим томатам. Это все знают. Обработка грунта, обработка теплицы – это основное условие, что на следующий год томаты будут хорошими и здоровыми. Дальше. Земля. Естественно, томаты очень хорошо вытягивают все питательные свойства. И я каждый год, ну, так как я уже знаю, на что я иду, что я каждый год здесь выращиваю одно и то же, я каждый год добавляю сюда хотя бы немножко свежего грунта и перегноя. Вот видите, вот эти кучки еще с осенью. Вот как раз под ними семена не взошли, седиратов, потому что эти кучи набросали перегной. Вот это перегной. Сюда же добавлю и земли. Конечно, этот способ, он немного трудоемкий, он необычный, потому что каждый год добавлять новый грунт – это тяжеловато. Но это помогает нам выйти из положения, что мы вот пользуемся. У меня я ту теплицу поставила много-много лет назад, первую купила для первых томатов, и всю жизнь там выращивались всегда одни только томаты. Томаты, томаты, томаты на томатах. В этой теплице я успеваю выращивать две партии томатов каждый год. Вот сейчас, но это я не считаю, посев открытый грунт, я сделала это так немножко. Вот сейчас я завтра, послезавтра приду, всю эту траву буду перекапывать, все эти там седираты, сорняки. Я буду сюда высаживать томаты на продажу рассаду. Вот у меня здесь будут месяц-полтора сидеть здесь рассада томатная. Многие видели, наверное, в прошлом году здесь будет море томатов. Убрав эти томаты, я буду сразу же высаживать сюда свои томаты, еще одна партия. И на следующий год все это повторится. И кто был в теплице у меня в прошлом году, ну, я имею в виду по видеороликам, тот видел, что они так же прекрасно растут. Нет у меня никаких ни чахлых, ни больных, ни хилых, все это прекрасно. Про сидираты, конечно, единственный самый хороший, самый такой, ну и легкий способ, это посеять сидираты. И для многих это подойдет, и это будет каким-то выходом, решением. Если у вас одна теплица, и вы постоянно там высеваете, будете выращивать томаты, конечно, посеять. Но у меня почему не получается? Потому что, смотрите, я осенью здесь поздно, допоздна у меня томаты, я не успеваю посеять, она не успевает просто вырасти. А между рядов ходить, сеять, ну, некогда. Я, если честно, осенью семенами занята, мне не до этого. А весной я тоже тут начинаю очень рано работать, и иногда она не успевает вырастать. Это вот нынче из-за холода запоздали. Так бы я уже давно здесь все перекопала. Вот, короче, про теплицу я сейчас заканчиваю, потому что все уже, наверное, поняли, что вырастить можно в одной теплице много раз томаты. Главное, или сеять сидираты, еще немножко добавить свежего грунта. Я вот привожу машину перегноя, машину земли. Нам много лет хватает, это если учесть, что я еще интенсивно занимаюсь выращиванием массовым вот этим рассадой. А если для частного потребления положите эти землю перегной и будете немного добавлять. Если сложно, весь грунт, например, как слой добавить, можно добавлять в лунки. Какой-то год и так, я же не всегда успеваю. Когда не успеваю полностью, не попрошу, вот они меня не натаскают, заняты на работе, ну, а у меня уже срок поджимает. Тогда просто при высадке добавляю свежей, вот такой привезенной полевой земли. И томаты растут точно так же. Теперь пойдем на улицу, потому что теплица теплицей, а на улице-то у меня же тоже всегда растут томаты на одном и том же месте. И тут ситуация точно такая же. Вот смотрите, вот я сейчас приготовила, ну, начала только готовить, снегом засыпала. Начала готовить грунт для первых своих, для рассады в тоннелях. Тут такая же ситуация. Я сейчас сначала вот эту рассаду выращу. Это партия одна томатов. Потом я их быстро убираю. Сюда же высаживаю свои томаты. И никогда я ничего не меняю. Вот кто смотрит меня уже несколько лет, вот это поле как раз, где у меня 500 томатов высаживается, оно у меня всегда, это томатное поле, из года в год, вот сколько лет занимаюсь всегда. Ну и тут такая же ситуация. Видите вы, перед тем, как все начать, это год начать, чтобы заново, значит мне нужно немного новой земли. Видите, разный цвет грунта. Чернозем, перегной, чернозем, перегной. Ну и дальше не пойду точно так же. Ой, тут помощник мне помогал, оставил машинюшку, видите, подвозил мне чернозем и перегной. Все, сейчас будет солнышко, я все разровняю, она на раз уже перекопана, все перекопаю. И этого на год бывает достаточно для безбедной такой, беспроблемной жизни томатов на одном и том же месте. Но вы меня поняли, что выращивать томаты на одном месте можно, хотя специалисты запрещают, хотя опытные люди говорят, что это плохо, это никак нельзя, это невозможно. На улице я даже не обеззараживаю грунт после прошлогодних, потому что здесь у нас зима, здесь у нас морозы 30-градусные, никаких повторных вспышек, заболеваний не бывает, но это естественно, если нет в прошлом году болезни. Если у вас в том году была фитофтора, то лучше все-таки грунт обрабатывать, обезопасить себя, но выращивать томаты на одном месте можно. И если у кого-то нет, негде развернуться, вот как мне, видите, я вот здесь, сейчас покажу вам, вот доходишь в забор, это уже не мы, не наша. Вот туда вот теплица стоит, туда заходишь, вон сарай, это уже не мы. У меня всего лишь вот это вот поле, небольшое вот этот кусок, на котором всегда растут томаты, много-много-много лет, больше 10 лет, это уже точно, и хороший урожай. Главное, немножко освежить грунт. Потом, если нужно будет, можно какие-то сделать опрыскивания, подкормить профилактически. Если у вас, например, заболевание в вашем районе, там много часто вспышки, а остальное все, проблем никаких нет. Если кто-то будет писать, что все это неграмотно, все это неправильно, это вот наши такие реалии жизни. Не у всех участки по 10 или по 15 соток. Мы на своих шестисотках уже не знаем, как нам изгольнуться, как нам извернуться, чтобы вошло все, и даже больше, чем все. Поэтому я вот делаю так. Но это лично мой опыт. Я никому не говорю, что это хорошо, и что это правильно. Я уже говорила, что я все это понимаю. Иду намеренно на нарушение всех этих рекомендаций специалистов. И получается довольно-таки неплохо. Все, до свидания. Это просто я рассказываю, как делаю я. Делать так или нет, каждый решать будет сам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!